Скажите про сегодняшнее событие, про этот конгресс. Насколько он нужен? Ну если говорить о конгрессе, который происходит сегодня, это вообще значимо не только для России, а для всего человечества, для всех стран мира. Это важный момент такой, перехода наконец-то в эпоху Водолея. Очень важный момент в том смысле, что синтетически происходит соединение науки, искусства, религии, а вот в этом кольце культуры, то есть наконец-то есть возможность объединения на плане сотрудничества этих трёх основных постулатов, которые составляют культуру человеческого сознания или гения. Ну и, конечно же, все видели, какие возможности у науки на сегодняшний день существуют, и как они всё больше и ближе начинают соединяться в смысловом значении древней науки. Древность науки, она возвращается на круги своя. Вот был момент, когда говорили о времени и пространстве, и взаимодействии вот этих двух начал, времени и пространства, а другими словами, времени в пространстве, которое способствует движению мысли. Вот согласно вот этому движению мысли, сама продолжительность, которая символизируется прошлым, настоящим и будущим, как качествами проявления времени в пространстве, если мы возьмём и представим себе спираль, и эту спираль возьмём в разрезе и увидим торцевую сторону этой спирали, мы увидим, что прошлого, настоящего и будущего в таком разрыве, временном, как человечество себе представляет, не существует. Значит, мы приходим к тому, что мы увидели истинную сущность сансары, бытия иллюзорного восприятия нашим сознанием текущей времени, текущей эволюции. В этом и страдания присутствуют. Но как только мы обнаруживаем спираль эволюционного потока, как только мы обнаруживаем это движение законов бытия, развития сознания, то мы понимаем значение времени для сознания человека. И мы тогда начинаем понимать, что такое пространство. Потому что как бесконечность и беспредельность, иначе мы не можем себе представить. И, конечно же, это огромный прорыв для науки в этой области, когда начинается сочетаться древняя наука, которая называется оккультными законами или теософскими знаниями. когда начинает переходить на восприятие и восприятие научным мировоззрением той действительности, которые обозначены как пространство и время. Отлично. И можно еще пару пожеланий нашим слушателям, зрителям и участникам? Конечно, я желаю всем слушателям, зрителям и участникам самого важного и главного — это общностью со всеми, то есть умение сотрудничать. ведь дело в том, что сотрудничество как таковое — это не мистика, а это реализация единства человеческой природы, единства в сотрудничестве и братских отношениях. мы все приходим к тому, что любовь как творческий огонь горит в каждом сердце, но только приоткрыв сердце вы способны дать свет и тепло окружающим нас, родным, близким, далеким, потому что эманация человеческой души, она безмерна, как само пространство. И потоки сил времени лишь только способствуют мгновенному прикосновению на плане сердечного тепла. Спасибо.